Проработка височно-нижнечелюстного сустава. Посмотрите, вот сам сустав, мы будем пробираться сюда, будем искать разные лазейки, не у всех получится сразу прям сюда пробраться, проработать скуловую ямку и вот очень важно венечное отросток. Сюда крепится височная мышца, сухожильный аппарат Гольджи. Когда мы прорабатываем именно прикрепление, мы даем нервной системе, вот так мы будем с вами работать, а нервной системе даем приказ, команду расслабиться. Проработав крепление, сухожильное крепление височной мышцы к фенечному отростку, мы расслабляем всю височную мышцу. Именно височная мышца, из-за того, что она вот так крепится вот здесь, она сокращается, утягивается, и вот поползли наши глаза вниз и отекшие глаза. То есть мы с вами решаем сразу несколько проблем. Во-первых, отеки глаз, опускание глаз, перенапряженные морщины, перенапряженные глазки, морщины вокруг глаз, то есть всю проблему с глазами, головная боль. И убираем напряжение в височно-нижнечелюстном суставе, прорабатывая мышцы, щелчки, болезненные моменты, асимметрии всевозможные. Вот сейчас мы вот этим приемом с вами уберем. Мы будем через нашу ротовую полость, у меня тут очень плохо открывается, пробираться. То есть вот так вот мы будем просовывать. И вот таким образом будем с вами искать косточки. Сейчас я вам покажу, как искать. То есть откроем рот. Не надо как-то слишком сильно перерастягивать рот. Вы всегда должны, вы всегда должны работать мягко, в рамках естественных. Надевайте хорошо перчатки. Надевайте, да, хорошо перчатки, чтобы у вас все пальчики вы хорошо контролировали. Работать мы с вами будем мелкоамплитудными, мелкими движениями, очень-очень мягко. Наверняка не у всех удастся вот здесь сюда пробраться. Вот вы рот открываете. И вот здесь вы почувствуете такая ямка. Это и есть работа височно-нижнечелюстного сустава. Заводим сюда. Я предлагаю вам идти по зоне зубов. Вы руку разворачиваете таким образом к щеке. То есть вы зашли внутрь и идете по линии зубов. И вот сюда в ямку заходите и ищите вот эту косточку. Идете мягко-мягко по ней. Настолько, насколько мы можем пробраться. Вы можете рот слегка приоткрывать, закрывать для того, чтобы прочувствовать эту косточку. Возможно, опять же, получится не сразу, но постепенно вы будете чувствовать и пробираться все дальше и дальше. Не старайтесь все сделать за один раз. Дальше вы пройдете по сухожиль... Распиливать будем сухожильное крепление височной мышцы. Смотрите, не давите, а то себе челюсть вывернете. Потом сюда и будем пробираться к височной нижнечелюстному суставу. А когда вы войдете в болевой момент, ну вот сюда вот зайдете, взрослые могут делать компрессию. То есть вот так вот сжали и почувствовали пульсацию. Здесь можете придерживать, в принципе, таким образом. И 30 секунд держите, либо до того ощущения, что пульсация ушла. Помните, детям компрессию нельзя использовать. То есть если вы будете делать детский массаж височно-нижнечелюстного сустава, для того, чтобы челюсть правильно формировалась, чтобы не было задержек в развитии челюсти, бывает, что она формируется, недоразвитая челюсть бывает. И вот массажем мы это все исправляем, для того, чтобы... Потому что у деток должны быть тремы, да, между зубами дырочки, чтобы челюсть... Это говорит о том, что челюсть развивается верно. А если прям все зубки стоят, значит челюсть, возможно, будет недоразвитой. Вот эти моменты очень хорошо прорабатывать у деток. Также нижнюю челюсть. Но помните, что компрессию у детей мы не делаем. Но мы с вами будем ее делать. Но сейчас мы разберем с вами. Мы будем использовать приемы мелкоамплитудные вкручивания, мелкая амплитуда, мягкая-мягкая. И также очень хороший прием распиливания. Как будто бы вы распиливаете ткани. Мягко-мягко. Опять же, напоминаю, болевых ощущений быть не должно. Вы сначала проработаете один височно-нижнечелюстной сустав, затем второй. Поехали. Рот открываем. Идете с задней стороны по внутренней челюсти зубов. Дошли до конца челюсти и начинаете подниматься. Вы почувствуете там мышцу, ну и косточку. Часть мышцы, часть косточки. Вторая рука, в принципе, вам не очень сильно нужна. Я показываю, где мы работаем. И также, в принципе, удобно. Мне лично очень удобно придерживать. Это рекомендуется, чтобы контролировать лучше движение. Вы можете работать одной, и одним или двумя пальцами. Зависит от того, насколько у вас крупное лицо и крупные пальцы. Я работаю одним. Вот у меня здесь тесна и заканчивается челюсть. И вот я иду наверх распиливающими движениями по косточке. И дошла до верхнего уровня зубов. Вот здесь, между косточкой и вот этой косточкой. Вот так вот я шла, 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 зашла. И вот здесь вот же зубы и вот над ним вот так вот косточка. И вот я и продолжаю распиливать, распиливать. Потом, ну, желательно здесь пройти настолько, насколько пускает вас сюда, сюда. И проходим, проходим. И до компрессии старая. И это работа творческая. Вы ищите лазейки, пробираетесь, открываете, закрываете рот, чтобы вам удобно было, чтобы вы почувствовали. Поставьте и периодически контролируйте, куда вы идете. То есть вы должны дойти сюда. Вот козелок уха. На двесочном, на венечном отростке лично у меня прям наверху больновато. Вот понервничала. Бывает так, что ты уже проработала, понервничала, мышца опять сжалась. Если вы чувствуете именно болевой момент, применяйте принцип компрессии. И вот у меня уже пульсация ушла. Но это примерно 30 секунд, как правило. И будем пробираться дальше. Вы, получается, между косточкой и верхними зубами. Рот пооткрывали, позакрывали, и вот идете сюда. Я дошла до височно-нижнечелюстного сустава. Очень хочется применить компрессию. Компрессию мы делаем не сильно, не так, чтобы прям давить, как молотом, а слегка. Вот смотрите, у меня сейчас пальцы стоят параллельно друг к другу. Вот так. В общем-то, вы стараетесь проработать на самом деле все. Дотянуться туда, куда вы можете дотянуться. С каждым разом вы будете продвигаться все дальше и дальше. Повторите данный прием на другую сторону. Сделаем по времени. Сколько делать по времени? Желательно по ощущениям, чтобы у вас получилось приятное расслабление. Возможно, с одной стороны вам будет легче пробираться, с другой сложнее работа, творческая. И как я уже говорила, вы пробираетесь туда, куда можете дотянуться по максимуму. Но ни в коем случае не форсируйте. Компрессия. В общем, здесь очень сложно что-то понять. Когда у меня пальцы во рту, поэтому вам показываю еще раз, что вы зашли. Здесь уже вот над верхними вы будете чувствовать мышцы. Распиливайте круговыми движениями. Очень важно хорошо проработать крепление височной мышцы. Здесь заходим сюда. Здесь у вас вы будете так вот перетирать, распиливать ткани. И вот сюда зайдете, здесь подержать компрессию. Не торопитесь, делайте очень-очень медленно. Чем медленнее вы будете все делать, тем лучше. в общем. Спасибо. Спасибо.